Владимир Зеленский посетил Сумскую область. Это самый близкий визит президента границы с Россией с начала войны. Во Франции сотни тысяч людей вновь выразили протест против пенсионной реформы. В Париже задержаны десятки зачинщиков беспорядков. Напавший на Эсмейлицкий центр в Лиссабоне приехал в Португалию по программе распределения просителей убежища и тяжело переживал смерть жены. Международный Олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Это самый близкий визит президента Украины границы с Россией с момента начала войны. Владимир Зеленский посетил Северо-Восточную Сумскую область, чтобы отметить годовщину ее от воевания у российских войск. В первой неделе полномасштабного российского вторжения сразу в нескольких городах в этой области велись ожесточенные бои. Одним из них стала Ахтырка. Во время визита президент присвоил ей почетное звание «Город-герой». Российские войска продолжают обстрел региона. Во вторник утром они нанесли удар по городу Белополье, повредив здание школы и жилой дом. Тем временем появляются признаки восстановления разрушений. Город Старый Салтов в Харьковской области несет на себе тяжелые следы войны. Небольшое количество мирных жителей пытаются выжить среди руин. На дипломатическом фронте министр иностранных дел Украины принял участие в виртуальной сессии саммита за демократию под председательством США. Россия заявляет, что готова к мирным переговорам, но подчеркивает, что вопросы безопасности для нее превыше всего. На улице Франции с очередным протестом против пенсионной реформы вышли, по данным МВД, около 740 тысяч человек. Профсоюзы заявляют о двух миллионах демонстрантов. В Париже задержаны десятки зачинщиков беспорядков. Премьер-министр Элизабет Борн предложила провести встречу с представителями профсоюзов на следующей неделе. Протестаторы have been burning trash cans and scooters, building barricades to prevent riot police from coming to this side of the avenue. Two very big groups of riot police are on each side of this avenue, and they've been using tear gas to try and disperse demonstrators. And the presence of an unprecedented number of police officers across Paris today was certainly felt. 13,000 officers were deployed across the country, more than 5,000 here in the French capital alone. But that didn't help calm things down, quite the opposite. Many here are saying this is no longer about only the reform of the pension system, but about inflation, the high cost of living, climate inaction, and a series of policies of Emmanuel Macron's administration. They say they are against. This is going to be a very difficult situation for the administration of the French president to deal with. And the protesters are already calling for another march here in Paris on Thursday. Annalise Borges in Paris for Euronews. Annalise Borges in Paris for Euronews. Annalise Borges in intelligence from the French government to be pleaded by, suggested by ... se it was, the prison period, was shot And the bad pop espirit of Krisen and dais BCUVC, who was captured by the Gratulz of the French government. На его попечении остались трое детей. Хотя полиция сообщила агентству Associated Press, что они расследуют произошедшее как возможный экстремистский акт, министр внутренних дел Португалии публично призвал к осторожности, заявив, что следует избегать любого поспешного анализа. Исмаилиты принадлежат к шиитской ветве ислама и представляют собой культурно-разнообразную общину, проживающую более чем в 25 странах мира. Устроившая стрельбу в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, легально приобрела 7 единиц оружия и хранила их у себя дома. 28-летняя Одри Хелл, идентифицирующая себя как трансгендер, была убита во время штурма. Реакция офицеров видна на этом видео, снятом их нательными камерами и опубликованном полицией Нэшвилла. Жертвами преступления стали трое девятилетних детей, директор, учитель и школьный сторож. Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях, но только в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. При этом данное решение не касается допуска спортсменов на ближайшие олимпиады, и вопрос будет рассматриваться в другое время. 1. Athletes with a Russian or a Belarus passport must compete only as individual neutral athletes. 2. Teams of athletes with a Russian or Belarus passport cannot be considered. 3. Athletes who actively support the war cannot compete. В результате вторжения РФ свыше 230 украинских спортсменов убиты. В Польше назвали решение о допуске днём позора. В Германии пощёчины для украинцев. В Олимпийском комитете РФ заявили, что рекомендованные ограничения нарушают базовые принципы Олимпийской хартии. Председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе официального визита в Кишинёв заверил, что Молдавия может рассчитывать на полную поддержку ЕС на фоне российской военной агрессии в Украине. Он сообщил, что ЕС предоставил стране более миллиарда евро помощи и готовит новый пакет. А также анонсировал возможное начало переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС в декабре на саммите Евросоюза. В последние недели в Молдавии состоялись несколько акций протеста, организованных пророссийской оппозицией с призывом к отставке проевропейского правительства. Президент Майя Санду обвиняет Россию в попытке дестабилизировать страну. Кассационный суд Франции постановил запретить экстрадицию 10 бывших леворадикальных боевиков, осужденных в Италии за нападения, совершенные в 70-80-х годах прошлого века. Ранее Парижский суд также вынес решение против их экстрадиции, но в прошлом году оно было обжаловано. Нынешний вердикт по этому многолетнему делу окончательный. Две женщины и восемь мужчин бежали из Италии после обвинительных приговоров. Некоторые из них были связаны с леворадикальной группировкой «Красные бригады», действовавшей в Италии с 1970 года до конца 80-х годов XX века. Ее участников обвиняли в убийствах сотрудников правоохранительных органов и похищениях людей. Позиция французских властей по отношению к выдаче итальянских леворадикалов обращает дипломатические отношения между Парижем и Римом. В соответствии с политикой 80-х годов, известной как «Доктрина Миттерана», названной в честь тогдашнего президента-социалиста, Франция отказывалась экстрадировать активистов, порвавшихся своим прошлым. Галерея Академия во Флоренции пригласила учителей и учеников американской школы приехать и посмотреть на оригинал Давида работы Микеланджело, дабы увидеть разницу между искусством и порнографией. Директору школы в штате Флорида пришлось уволиться после того, как она показала шестиклассникам изображение статуи на уроке по истории искусств времен Ренессанса. Родители были возмущены тем, что такой материал был показан без их разрешения, а некоторые вовсе назвали его порнографией. Туристы, стоящие в очереди, чтобы увидеть статуи Давида во Флоренции, удивлены тем, что она могла быть сочтена спорной или порнографической. Директору школы в штате Флоренции, директору школы в штате Флоренции, Школа Талахаси во Флориде финансируется налогоплательщиками, но полностью независима в вопросе образования. Она следует учебной программе, разработанной консервативной христианской школой в Мичигане, которая является фаворитом многих республиканцев, в том числе губернатора Флориды.